Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня снова все на проекте М1 Холипплей. Сегодня будет максимально интересное видео, поэтому я хочу увидеть от вас очень хорошую активность. Давайте постараемся на данном ролике набрать 300 лайков, потому что я старался, специально для вас вырезал интересные моменты со стрима, которые были недавно у Феди Чу, и я вам покажу просто эксклюзивчик, который возможно кто-то не видел, я вам покажу машины, которые будут на ивенте, расскажу про новые интерьеры бизнесов, про новые машины для фракций, покажу вам новую дорогу, поэтому я надеюсь, что вы готовы посмотреть данный ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал, также не забывайте введите мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на альбом серый Мазин Холипплей. Также можете участвовать в моем конкурсе, ссылка на конкурс будет в описании, приз это BMW M5F90 с Nitro, ГОСК А4.5, то есть ФТ-тачка просто зараженная, поэтому кто хочет ее выиграть, переходите в описании, либо заходите в мою официальную группу ВКонтакте и участвуйте в моем конкурсе. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Первое, о чем бы я хотел вам рассказать, это о том, что будут новые призы на ивенте, очень интересные, и сейчас я вам покажу, расскажу, какие это будут призы. Вот реально, пацаны, внимательно послушайте и посмотрите, то, что добавят на ивент, потому что, я думаю, это многим интересно, как бы что, какие призы будут. Как бы стримил Федя Чу с спецадминистратором, и спецадминистраторы Федя Чу говорили то, что вот эти призы точно будут на ивенте, как бы, поэтому сейчас я вам это все покажу, расскажу. Первое, что добавят, это получается, МАК-2 будет с уникальным винилом, который нельзя будет даже поставить в СТО. То есть, у вас будет реально уникальный МАК-2, на котором будет стоять красивый винил. То есть, это будет реально уникальная машина, на которой будет стоять винил. Также добавят новые Лексусы, я не знаю, как они называются, но они будут тоже уникальные, с уникальным винилом. То есть, добавят там Лексус, на котором будут уникальные винилы. Но показали только два винила, возможно, будет еще и третий. Но самое главное, что добавят, пацаны, это получается Роуз-Ройс Кулинан, на котором будет обновленный салон и колеса. Также модель сделали легче и оптимизировали. То есть, реально Роуз-Ройс будет очень классный, он будет оптимизирован, он будет хорошо рулиться, управляться. У него будет хороший проработанный салон и хорошие проработанные диски. Как бы, реально Кулинан, это будет самый пиздатый приз на данном ивенте, я так считаю. Потому что, пизжи его, я не знаю, что еще они могут добавить. Я думаю, у всех будет стимул копить на этот Роуз-Ройс. Также добавят тематические скины из сталкера, но я думаю, вы об этом знаете. Без этого как бы никак. То есть, вы сможете себе приобрести в обменнике скин из сталкера какой-то интересный. Но, пацаны, насчет машин, кстати, это не все. Потому что, на стиме они говорили то, что это не все машины, которые будут в ивенте. То есть, еще какие-то тачки будут в ивенте, но, скорее всего, они будут не такие уж дорогие. Возможно, Махдум будет в ивенте, возможно, какие-то новые фуры будут в ивенте. Возможно, кстати, еще будет нитро на ивенте и гидравлика. Вот это круто, потому что нитросик, на самом деле, был бы не лишний. Потому что, машин, допустим, новых там, ешка новая, с нитро их нету. И хотелось бы, чтобы на ивенте было нитро, чтобы потом можно было поставить на какую-то из своих машин. Также добавили новую машину для ДПС. По-моему, мы их добавили несколько, потому что я там еще видел Шкоду. Но, по-моему, сейчас их нету на серваке. Возможно, я ошибаюсь. Но, вроде бы как, Шкоды нету на серваке. То есть, это будет тоже новая машина. Но, самое главное, то, что показали, будет новый эвакуатор. Газон, по-моему, если я не ошибаюсь. На базе Газонэкста будет эвакуатор новый. С помощью которого вы сможете подцеплять машину. Везти ее там на штрафстоянку. Либо просто ее украсть, покататься, короче. Также добавили новый винил для автомобиля Porsche 911. Этих машин не так уж и много на серверах. Потому что данная машина была, по-моему, только в венте. И никогда не продавалась в автосалоне. Их не так уж и много. И на эту машину добавили новый винил. Или винилы. Но на стриме показали всего лишь один винил. Мы точно не знаем, будет один винил новый. Либо их будет несколько. Скорее всего, будет несколько новых винилов на данную машину. Но я бы на месте разработчиков взял бы этот Porsche. И обновил бы до последнего кузова. 912 кузов или 913 кузов. Я не помню точно. Но я считаю, что было бы очень круто, если бы они добавили новый Porsche 911. И добавили на него тоже винилы. Потому что этот Porsche выглядит уже очень старым. И хочется уже увидеть последний вкус на мазинге. Потому что этот Porsche давно не обновляли внешне именно. Винил, то, что они сделали, это круто. Но было бы еще неплохо обновить его до последнего кузова. Также будут обновлены интерьеры почти всех бизнесов. Будет обновлен интерьер 24 на 7, который нам показывали. Также на стриме показали новый интерьер риелторки. Который будет. Он очень прикольный, такой прорисованный, стильный интерьерчик. Как бы вы сейчас сможете его наблюдать на экране. То есть, скорее всего, я так понял, то, что во всех почти бизнесах будет новый интерьер. То есть, в нотариусе обновляют интерьер. В риелторке, в 24 на 7. Самое интересное для меня, что я увидел, пацаны. Это новая дорога из Деткарина, которая идет в заезд Бусаева. Я не знаю, как вам объяснить, пацаны. Это сложно объяснить вообще. Получается, дорога идет из Деткарина через горы. И выходит на въезде в Бусаева. Вот так вот. Как-то это я попытался вам объяснить. Дорога реально прикольная. Но когда он ехал по этой дороге, там еще был поворот, получается, направо. А куда он везти будет, конечно же, мы не знаем. Скорее всего, либо в Бусаева будут везти напрямую, либо будут везти в Арзамас. Но дорога сама выглядит очень круто. Очень длинная дорога. Просто там переходы такие, просто движения красивые. Но реально по кайфу сделали. Мне это больше всего понравилось, то, что они сделали новую дорогу, на которой можно будет дальнобойщиком катать. Прикиньте, просто, допустим, у вас там рейс, я не знаю. Допустим, Латкарина-Южный. Вы сможете через горы просто поехать, хоть возле Рублевки, грубо говоря, и отвезти спокойно рейс. Насчет Рублевки-Южки, кстати, да, там обновили еще мостик. Получается, новый сделали. Сделали бы его как-то поинтересу, я не знаю, сделали бы какие-то классные перила, либо какие-то переходы. Потому что выглядит он как-то очень просто и вообще не вписывается даже в Рублевку. Рублевки-Южкин